Черепашки анимашки. Для тела нам понадобится 18 грамм. Взяли наши 18 грамм, хорошенечко вылесили, скатали шарик. Чуть-чуть вот так вот сделали. Получаем вот такое вот тельце. По высоте оно у нас всего 3,5 см, по ширине где-то 2,7 см. Вот такой вот мальчик у нас будет. Так, теперь мы сделаем ему ножки. Так, сейчас я прикину. Так, на каждую ножку мы возьмем по 4,5 грамма. То есть и ножки, и ручки. Все по 4,5 грамма. Скатали шарик. Начинаем выкатывать такую капельку. Она у меня, ну где-то почти 3,5 см. Прибили вот здесь. Такую ножку создали. Она у меня получилась 2 см. Мы сразу эту ножку с вами разрезаем на две части. Вот как у них ножки вот эти вот. Сразу делаем здесь такой вот заворотик. Вот так. Вот такая у нас ножка получается. Сейчас делаем ручки. Все то же самое. Катаем капельку. У него такие массивные ручки у них. И режем все это дело на три пальчика. Получается первая. Как варежку мы ее делаем. И потом эту варежку режем пополам. Получаем такую вот вырученку. Так. Я ничего не приклеиваю, потому что здесь ничего до конца еще не сделано. Это мы просто сейчас все сделаем. А потом все это вместе соберем. И так нам делаем переднюю черепушку. Беру для этого желтую вот такую мастику. Понадобится нам... Так, так. Давайте возьмем 3 грамма. Взяли 3 грамма. На ручке его сделать припере. Наш подсорег здесь получается у нас как бы выпуклые части. Здесь ровная. Вот эту ровную часть мы прикладываем. Если плохой липкий свой, значит обязательно мы с вами должны сначала обработать клеем. У меня свой хороший, поэтому клеем не обрабатывает. И делаем вот такую вот штучку. Вот так. И теперь делаем следующее. Мы вот здесь по краешку проходим. Получается у нас вот такая вот передняя часть. Сразу я ее оранжем красителем тут. Вот она у нас получается. Теперь мы сделаем задний панцирь. Для этого нам понадобится более темная коричневая мастика. Ну у меня прям черный такой нету. Поэтому буду делать вот так. Все, сделала вот такую мастичку. И сделаем мы сейчас ему задний панцирек. Сильно большой нам не нужен. На задний панцирь возьмем мы с вами давайте 10 грамм. Взяли 10 грамм. Вот так сделали, прибили на ручке. Получилось у меня 3,5 на 4 сантиметра. Такой панцирек. Теперь мы его сразу сделаем рисуночек на нем. Вот так. Вот такой рисуночек. Если есть темный коричневый либо черный, можно слегка тоже сразу потонировать. Вот так вот. Если плохой липкий слой, значит обязательно воспользуйтесь клеем. У меня опять же с липким слоем здесь проблем нет. Поэтому все вот так вот склеиваем. Сейчас приклеим ножки. Хочу я сделать веревочки ему. Буду я сделать красненькую черепашку. Мы сейчас должны ему на ножках и на ручках сделать веревочки. Берем, катаем тонкие жгутики. Просто они у нас такие маленькие очень получаются наши черепашки. Поэтому мы катаем жгутики. Вот так вот их приклеили. Если плохой липкий слой, значит обязательно смазываем клеем и начинаем вот так вот их делать. Это можно... Это можно... Музыка 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 На голову нам нужно 35,8 грамм. Можете 36 грамм сделать? итак смотрите что мы делаем дальше скатали мы шарик стараемся чтобы наши шарики были без аломок без крещен то есть хорошие красивые шарики макаю зубочистку клей надеваю на свою фигуру и сверху тоже тут смазываю клей вот мы скатали наш шарик теперь мы с вами визуально делим голову пополам часть у нас должна быть ровная вот такая вот должна быть голова это у нас по сантиметру не скажу это у нас четыре на четыре грубо говоря вот такая вот сделаем мы его таким рубашечкой мы делаем здесь такую насечку делаем и теперь нашим стеком косточка делаем такую вот сюда вставляем тырочку кусочек белой мастики вставляем туда внутрь теперь мы делаем то есть знаете самое главное чтобы ничего не вылазило все должно быть четко ячейки теперь нам нужно сделать следующее это вот так вот мы с вами делаем такую как полосочку сейчас даже скатерина возьму а то толстые такие линии получаются вот так и каждую мы с вами еще как зубики такой у нас получается берем опять красную мастику и катаем ему ленточку по сантиметрам она у меня один сантиметр вот вы сделали вот эту вот ленточку теперь нам нужно с вами сделать следующее ну куда это ты делаем мы здесь вот такой вот зажимчик и слегка как бы подтягиваем здесь вот так теперь берем стек шарик делаем такие вот большие углубления и вставляем глазки глазки это у нас просто кусочки черной мастики скатали два вот таких черных вот такой у нас черпашонок появился мы сразу здесь все клеем смазываем и сажаем тифу на тельце и на завязочках нам еще нужно сделать ему эти завязочки завязочки сделаем мы сбоку делаем катаем две такие капельки небольшой у меня это полтора сантиметрика вот так вот такой деловой черепашонок хочу сделать пиццу показать как это делать для пиццы нам с вами понадобится кусочек светлой мастики такой светло-коричневый будем делать типа 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 зажаристую мастику короче скатали вот так кружочек небольшой теперь берем кусочек белый мастики кусочек желтой мастики нам нужно сделать такой легкий легкий желтый цвет мы его аккуратненько растягиваем ой 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 не того не того не того не того хорошо прощения сначала с красными надо сделать вот этот красный цвет можно оранжевый в принципе даже оранжеват сначала его мы приклеиваем вот сюда потом приклеиваем вот этот желтенький даже поменьше возьмем то что-то сильно жирный кусманчик получается у нас так так здесь все вот так подтягиваем сразу вот такие делаем отсечки кое-где или везде и еще нам понадобится солями для этого мы с вами берем красный и черный цвет перемешиваем их между собой получается у вас вот такой вот цвет цвет похожий на солям так что берем катаем небольшие шарики на столе либо на пальчиках расплющиваем и вот кусочек этой пиццы хочу дать своему черепашонку отрезаем вот смотрите как классно у нас разрезик такой прям вот прям пицца и вкладываю ему в его ручку надо еще знаете можно еще как сделать такой имитировать укус тогда просто отрезать кусочек можно даже вот как на два раза как будто он уже грызнул там чуточек так вот у него такой кусочек пиццы есть вот смотрите какая прелесть у нас получилась итак вот представим что это наша моська разделим ее пополамчик как всегда и вот например вот одну я вам показала можно например еще сделать немножко по-другому я тоже так иногда делаю то есть делаем мы два вот таких углубления и вставляем зубки вот сюда но тогда у него мордашка получится более злая то есть вот такие зубки мы вставляем с двух сторон и мордашка получается злая чем ближе эти зубки друг к дружке вы ставите тем более злая у него будет мордашка но здесь плохо видно конечно на всем этом но я надеюсь что вы меня поняли то есть чем меньше вот это расстояние тем больше получается злой личико если не хотите злых лиц тогда делаем просто можно делать просто в рыбочку как всегда по весу наша черепашка получилась 91 грамм вот такой малышок пиццу взвешиваю вам мало ли что пицца у меня 14,5 грамм получилась ну это если вот с этим кусочком по росту наш малышочек всего 7 сантиметров я уже говорила если вам надо больше вы всегда можете увеличить просто каждая деталь на калькуляторе увеличим на 20-30-40-50 процентов получаем более большой вариант данной фигурки чтобы вы не пропустите что вы будет какое-то